МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, друзья! Хочется мне вспомнить один эпизод, который был, просто страшно сказать, в середине прошлого века. 61 год назад, но который, тем не менее, имеет очень тесное отношение к нашему сегодняшнему вечеру замечательному. Шло заседание литературного объединения Педагогического института Ленина, где сидели такие корифеи, как Визбор, Ада Якушева, другие фамилии, может, вам ничего не скажут, поверьте, что это были очень талантливые и замечательные люди. И шла читка по кругу стихов. И были первокурсники, которых еще никто не знал. И вот читали корифеи свои стихи. А надо сказать, что тогда было много штампов в этих стихах. И вдруг дело доходит до худенького, никому неизвестного человека. Такой, я бы сказал, дальневосточной внешности. И он встает и читает, вот я просто храню 61 год эти стихи, как запомнил, так я сразу, я вам сейчас их прочту. 12 строчек. Червивый гриб, кому ты нужен? Зачем ты мною обнаружен? Зачем вообще ты рос и лез из кожи вон по зоре лес? Жарища, лень ногами двигать. В глазах темно, стучит в висках. А надо радоваться, прыгать, Тебя во враги отыскав. Теперь мы новый гриб отыщем и вскроем. Вдруг он нездоров. Из-за тебя не веришь тысячам Нормальных, в сущности, грибов. Прочел и сел. Все обалдели. Это было так не похоже на то, что культивировалось до сих пор в педагогическом институте Ленина, что мы с Висбором посмотрели и одновременно с Юркой друг другу сказали, далеко пойдет. Я сейчас с удовольствием предоставляю вам моего давнего друга, великого барда Юлия Кимова. Да, я впервые здесь на таком, на вашем слете. И поэтому, тем более находясь на склоне заката, я привез такой некоторый песенный отчет. Он весь состоит из отборных избранных песен. Я, так сказать, моя, прямо скажем, моя палитра богата. Но я поэтому постарался собрать песни, так сказать, разных красок. И вот всю эту палитру я сейчас перед вами Рад Крою. Начну я с песни, с которой последние несколько лет начинаю все свои выступления. Повторяю, находясь на склоне заката, я почувствовал, что я должен об этом что-то сказать. А тут на склоне заката немножко раньше меня оказался великий бард Александр Городницкий. Он три года назад вступил в клуб 80+. Это на него произвело очень сильное впечатление. Он отмечает, по-моему, это событие по сей день. И тогда эту дату весь прогрессивный мир встретил просто триумфально. Он в первый же месяц, это в марте, он дал, по-моему, семь выступлений в Москве и в Петербурге. Потом приехал в Израил, дал 11 концертов, потом еще и еще и еще. И везде был встречен со всем радушием и восторгом многочисленных его поклонников. В одном из этих концертов принял участие и я. Нас с ним объявили там так, патриархи бардовской песни. Меня впервые назвали патриархом, это меня так и потрясло, и я немедленно придумал песню о нас, о патриархах, стащив мелодию у юбиляра. Мы патриархи, мы патриархи, нас внуки шлют по адресу, мы недомерки и перестарки, что видно без а нам низу. там где-то бабы гуляют лихо с каким-нибудь молодчиком, а у нас камни гуляют тихо по нашим мачи точникам, а у нас камни гуляют тихо по нашим мачи точникам. У вас багамы зимой и летом детишки в штатах учутся, а нам дойти до туалета, а дальше как получится, а нам дойти до туалета, а дальше как получится, уже зубов-то во рту не видно, нога едва волочится, и даже как-то признать стыдно, что помирать не хочется. Скажем прямо, хотя и стыдно, что помирать не хочется, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома сто грамм. поскольку у меня отборных песен, ну, не скажу, что уж очень много, но, во всяком случае, немало, а мне хочется испеть все, поэтому я их буду петь немножко в таком сокращенном, что ли, виде, я отобрал песни наиболее известные, и одна из них, одна из самых первых песен моих, которая превратилась в более-менее общеизвестную, возникла, когда я закончил свой педагогический институт и легкомысленно подписал договор распределения на Камчатку. Я пришел от самого себя в полный восторг и немедленно сочинил свою первую камчатскую песню, не имея ни малейшего представления о самой Камчатке. Да, да, на легком севере ходит рыба кит-кид-кид-кид, а за ней на севере ходят рыбаки, но нет кита, но нет кита, но нет кита не видно, ах, вот и беда, ну, вот и беда, ну, да чего ж обидно. Как-то ночкой черною вышел капитан, тан-тан-тан-тан-тан, и в трубу подзорную ищет он кита. Нет кита, но нет кита, но нет кита, не видно, вот и беда, ну, вот и беда, ну, да чего ж обидно. как на юнгод удочкин бросил в море лот, и на эту удочку клюнул кошелот, вот и кит, ну, что завидно, только ребра видно, ах, какой худой такой, ну, да чего ж обидно. Эх, в далеком севере ходят рыбаки, тки-тки-тки, а за ней на сей нере ходят рыбаки, но нет кита, ну, нет кита, но нет кита, не видно, ах, вот и беда, ну, вот и беда, ну, да чего ж обидно, ну, да чего ж обидно. После этого я приехал на Камчатку и там песни из меня посыпались, как горох из рога изобилия. Такое она на меня поразила впечатление и первая же песня была написана в чисто, сочинена в чисто, в висборовском духе, настолько, что Висборг очень ее полюбил и он любил ее не только слушать, но и напевать. Капитан Беринг открыл наш дикий берег, что за чудо, капитан? И в этот берег дикий стучит волною тихий, ужасно тихий океан. ПЕСНЯ 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 Если ты смелый, ходи да дело делай, а акулу позовуудь. А если ты не смелый, ты тоже дело делай, Тогда спокойно кончишь пульс Подо мной глубина Пять километров до дна Пять километров двадцать пять А волна до небес Раскачал брыз Но никто из нас Никто не потонут Отслужив по договору три года на Камчатке Я вернулся, как там говорят, на материк И через некоторое время оказался на берегу совсем другого моря Которое сильно отличалось от того, на берегу которого я провел три счастливейших, надо сказать, года Это море, то Камчатское, называется Берингова А тут я оказался на берегу Черного моря И если все мои песенки, сочиненные там на берегу сурового Беринга Отличаются такой вот суровой камчатской красотой Смягченной моей корейской улыбкой То здесь я оказался, потому что море там суровое, пролетарское, могучее и так далее А здесь, в разгар курортного сезона, море выглядело безмятежным и немножко развратным И поэтому и песенка получилась безмятежная и чуточку аморальная Чудное море Чудное море Черное море А этот блеск Плюс Плеск Близкой волны А мы Окунулись Раз В черное море И оказались Точно негры черны О, это счастье Разнужданной лени Возьмите все, 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 все у меня Только оставьте мне капельку тени О, холодного пива И горячего дня О, это пиво О, эти вина О, это чача Чача Шум в голове Мы недовыпили И плавину Ну, 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 значит остаток Дотянем в Москве О, это море О, эти пляжи Передо мной Передо мной Зной 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 До вода О, на самолете Или в экипаже О, а, но ведь нельзя же Не вернуться сюда О, а, но ведь нельзя же Так сказать Не углубляясь в какое-то содержание Не достигая этого Я сочинял эти песни легко И они все были шуточные И никакого серьезного смысла Не содержали Среди этих песен были И, естественно, лирические Я был человек влюбчив Пока не жнился И поэтому у меня Был роман с любовной На первом курсе написан Потом на третьем И, наконец, на пятом Возникла эта песенка Тоже вдохновленная любовью К прекрасной девушке По имени Оля И я сочинил эту Совершенно шуточную песню Не придавая никакого Серьезного значения Ночения тем более Художественного произведения Вот эта песня Губы окаянные Думы потаенные Ой, бисеталековая Любовь Головка забубенная Все вы губы помните Все вы думы знаете Ой, да чего ж Выйдем мое сердце Этим огорчайте Ой, да чего ж Выйдем мое сердце Этим огорчайте Позову я голубя Позову я Сизова Ой, пошлет ролички письмо И мы начнем все с изна Пошлет ролички письмо И мы начнем все с изна Начинаем с изна Думы окаянные Думы потаенные Ой, бисеталековая Любовь Головка забубенная Бисеталековая Любовь Головка Забубенная Забубенная Ой, бисеталековая Поддержка Такую вокальную Хоровую Я всех вас Произвожу Произвожу Взывание Народного хора Имени Пятницкого Будет еще впереди Еще одна песенка Если подпоете Будет Хотя я не уверен Что вы ее Так же знаете хорошо Она тоже такая Русская народная Хотя и скандинавская И вот У этой песни Как вы, наверное, знаете Сложилась совершенно Неожиданная для меня Судьба Я сочинил Как сказал Юрий Евгеньевич Страшно сказать В середине Прошлого века Прошло 20 лет После того, как я сочинил Как вдруг Ее взяли В кинофильм Пять вечеров Где ее поет Станислав Любшин Голосом Сережи Никитина Фильм получился Превосходный Вместе с ним Прославилась И эта песенка Настолько, что Через пару лет В передаче Кинопанорама Игорь Скляр Помните Такого артиста И одновременно Звезду Нашей эстрады Игорь Скляр Спел ее И объявил Как русскую народную песню Это был Для меня Величайший комплимент Которого я горжусь Как орденом По сей день Сочинял эти песенки И сочинял И досочинялся до того Что меня стали Приглашать В кино И я Стал сочинять Песни для кино И потом И для театра И на этом пути Я познакомился С Несколькими Профессиональными Композиторами Имя одного из них Уже звучало В программе Чебоксаровой И Быкова Там даже Позвучало Две песенки Совместно с ним Написанные Я имею Геннадия Гладкова А еще Я трудился Довольно долго С Владимиром Дашкевичем Продолжаем И сейчас И дружить И время от времени Совместно трудиться И я хочу сейчас Спеть несколько песен Тем более Ко мне подходили С просьбами Не забыть Ну как тут забудешь Несколько песен Из Бумбараши Я обычно Начинаю Песню Цыгана Левки Эту роль И эту песню В фильме О Бумбараши Исполняет Незабвенный Актер Он к сожалению Покинул Нас Несколько лет Того назад Александр Хачинский Звезда Ленинградского Тюза Человек Неотразимого Обаяния И прекрасного Актерского Таланта Этот талант Он вкладывал И в свои Сольные выступления Он любил И подпеть Под гитару И сам Сочинял музыку И стихи Эту песню Он часто вспоминал На своих встречах Со зрителями Песню Молодого цыгана Левки Из кинофильма Бумбараш Цыгана Который Заблудился На дорогах Гражданской войны Как за меня матушка Все просила Бога Все поклоны била Ой, целовала крест А сыночку выпала Дальняя дорога Ой, хлопоты Бубновые Пиковый Интерес Журавль По небу летит Корабль По буре ведет А кто меня Куда Влекет По белу свету И где Награда Для меня И где Засада На меня Гуляй Солдатик Ищи ответу Журавль По небу Летит Ой, куда мне Деться Дайте Оглядеться Впереди Застава Сзади Западня Белые Да красные И все Такие Разные А голова У всех Одна Да как И у меня Журавль По небу Летит Корабль По небу Идет А кто У меня Куда Влекет По белу Свету И где Награда Для меня И где Засада На меня Гуляй Солдатик Ищи Ответу Журавль По небу Летит Где я Только не был Чего я Не отведал Березовую кашу Крапиву Левину Только вот На небе Я ни разу Не обедал Ой, господи Прости Прости меня Я с этим Обожду Журавль По небу Летит Корабль По небу Летит А кто Меня Куда Влекет По Белу Свету И где Награда Для меня И где Засада Для меня Гуляй Солдатик Ищи Ответу Журавль По небу Летит Корабль По морю Идет Журавль По небу Летит Корабль По морю Идет Бумбараж Бумбараж был принят публикой с большим удовольствием Это был сначала телефильм И с ним произошла даже такая удивительная история Его вдруг захотели ставить на сцене Обычно все происходило наоборот Какая-нибудь удачная постановка или спектакль Затем экранизировались А тут все произошло Сначала был экран А потом вдруг появилась сцена И первым осуществил постановку на своей сцене Уже специально написанную пьесу о Бумбараж Со всеми песнями из фильма Знаменитый рижский тюз Потом Бумбараж пошел триумфально по разным другим сценам И время от времени ходит и сейчас И вот в кино В Умбараже, вы помните, действует три политических силы Красные, белые и так называемые зеленые В кино получили свою песню красные Дрожи буржуй, настал последний бой Против тебе весь бедный класс поднялся Он улыбнулся, засмеялся Все цепи разорвал и за свободу Бьется как герой Ничего, 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 ничего Сабля-пуля, штыки все одно Ты родимая, да ты дождись меня И я приду Я приду и тебе обойму Если я не погибну в бою В тот тяжелый час За рабочий класс, за всю страну Мы победим за нас весь шар земной Разрушим тюрьмы Всех богов разгоним Мы наш, мы новый мир построим Свободного труда И заживем коммунный мир О, ничего, 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 ничего Сабля-пуля, штыки все одно Ты родимая, да ты дождись меня И я приду Я приду и тебе обойму Если я не погибну в бою В тот тяжелый час За рабочий класс, за всю страну Ничего, ничего, ничего И таким образом в фильме Свою отрядную песню имели только красные Когда Бумбараш оказался на сцене рижского тюза Свою песню получили белые офицеры Все было, коньяк и цыгане И девки в ажурных чулках А будет смерть И поруганье И ветром развеянный прах Вперед, господа офицеры Мы умрем, коли так суждено За Русь царя и веру Хоть их уже нет никого Кто будет боить вас, цыгане Кто девкам подарит белье Нам помирать мы присягали И держим мы слово свое Вперед, господа офицеры Умрем, коли так суждено За Русь царя и веру Хоть их уже нет никого И вот только так называемые несчастные зеленые Зелеными назывались добровольные отряды самообороны Которые тогда возникали в различных деревнях И состояли главным образом из дезертиров Вернувшихся из Первой мировой войны Но прихватив с собой винтовочки И они были просто жизненно необходимы Потому что власти менялись очень часто И приходилось обороняться от всех Кто посягал на крестьянское имущество И эти зеленые у нас в кино не имели песни И получили они только в 92 году Когда мы с Дашкевичем вернулись к этому сюжету Переписали его И вот тут, так уже приспосабливая к новейшим временам По всей прежней версии Бомбараж возвращался к красным То есть приходил к красным А здесь он бегал и от красных, и от белых, и от зеленых А все за ним гонялись И каждый тащил его в свои отряды Окончилось все это ужасным братоубийственным боем Где погибли все Этот бомбараж был поставлен на сцене Театра студии Табакова И бомбаража там играл 18 лет бессменно С неослабевающей самоотдачей С полным самозабвением Великий актер Евгений Миронов Вот тут-то отчаянный отряд Так называемых зеленых Получил свою песню Мы с Дашкевичем сочиняли ее Имея в виду махновцев И у нас получилась такая Махновская казачья песенка Мы ее сочинили Имея в виду один неоспоримый факт Махновцы, как известно, были Изобретателями тачанки Так вот, на своих первых тачанках Спереди они писали Хрен, уйдешь А сзади они писали Хрен, догонишь Эх, казак молодой Голова бедова Поскорей позабудь Что оставил дома Впереди вольный шлях Удалая доля А за нами на рысях А за нами на рысях Ветер гуля и поля Эх, канатопа Воронеж Ядрена вошь Хрен, догонишь Хрен, уйдешь Эх, канатопа Воронеж Ядрена вошь Хрен, догонишь Хрен, уйдешь Красный флаг Белый стяг Ленин или Врангель А я вольный казак Кто же не архангел Я стрельну Он стрельнет Вот и не обидно А кому не повезет А кому не повезет Сразу будет видно Эх, канатопа Воронеж Ядрена вошь Хрен, догонишь Хрен, уйдешь Эх, канатопа Воронеж Ядрена вошь Хрен, догонишь Хрен, найдешь Ты прощай Не грусти Милка дорогая Ждет меня впереди Девочка другая Глаз дурной Бровь дугой Голова бедова Любушка моя Воля вольная Я с тобой Да гроба Эх, канатопа Воронеж Ядрена вошь Хрен, догонишь Хрен, догонишь Хрен, уйдешь Эх, канатопа Воронеж Ядрёно вошь, хрен да гошь, хрен уйдёшь, вот так. Главная песня всех бомбарашей, театральных и кинош, но она возникла тогда ещё в кино, появилась совершенно случайно. Она не была запланирована, в отличие от других песен, она не была запланирована в сценарии. И возникла, когда Дашкевич и Ко мне подошёл актёр Таганский Юра Смирнов, играющий в фильме «Бандита Гаврилов». Сказал, ребят, напишите для моего мерзавца что-нибудь хорошее. Мне хочется, чтобы зритель, если бы, ну, не полюбил бы, но хотя бы немножко его пожалел. Что-нибудь такое человеческое для бандита моего. И мы тоже с Дашкевичем очень быстро придумали песню о конях для бандита Гаврилы. Юра Смирнов, прекрасный актёр, абсолютный слухач, абсолютный музыкальный слух у него, прекрасный лирический баритон, мгновенно выучил песню, счастливый, пошёл было к себе, но тут по дороге ему повстречался Золотухин, играющий роль главную, роль Бумбараша. Он попросил исполнить эту песню, Юра в восторге её исполнил, а её учить нечего, там три ноты всего, ну, три с половиной. И наш Бумбараш послушал и сказал, ну, для бандита это слишком жирно. И хотя уже имел три песни, собака такая, забрал и эту у бандита, и тем не менее поступил правильно, потому что песенка получилась на весь фильм, обо всём, и для всех его персонажей. И поэтому действительно для бандита это было жирно. Ну, так что бандит Гаврил так и остался мерзавцем, а для Бумбараша специально построили сеновальчик. Съёмки уже заканчивались, так вот пришлось специальный сеновальчик, и там Бумбараш улёгся и запел. ПЕСНЯ Ходят кони Над рекою Ищут кони Водопою К речке не идут Больно берег крут Ни ложбиночки пологой, Ни тропиночки убогая, Как же конем быть Коней хочет пить Вот и прыгнул Коней буланой Да с этой кручи Оконянная Синяя река Больно глубоко Ходят кони Над рекою Ищут кони Водопою К речке не идут Естественно, не могу я Пройти мимо и второго своего друга И соратника По кинопесням О нём уже говорилось Мимо Геннадия Игоревича У нас с ними тоже есть Несколько работ Вот две из них вы уже слышали Я спою ещё несколько Совместных наших сочинений И начну с блистательного фильма Марка Захарова Обыкновенное чудо Две песни о любви Прямо противоположного свойства Я имею в виду не любовь А жанр песни Первая нежная Это Дуэт Эмиля и Эмили Их роли Исполняет в фильме Юрий Соломин и Катерина Васильева Поскольку у них Хороший слух Но никакого голоса Их озвучивали Профессиональные певцы Ах, сударыня, вы верно согласитесь Что погода хороша, как никогда Вот что, сударь, я скажу Я и правда нахожу Что погода не такая, как всегда Ля, 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 ля Ах, сударыня, скажите Одчего же Этот вечер удивительный такой Право, сударь, может быть Это трудно объяснить Но, наверное, потому что вы со мной Ля-ля-ля-ля-ля-ля Ах, сударыня, когда мы с вами вместе Все цветочки расцветают на лугу Я скажу вам, сударь мой Мне бы надо быть домой Но цветочки я обидеть не могу Как приятно и забавно Что я очень нравлюсь вам Ну, а вы мне и подавно Вот и славно Трам-пам-пам И вторая И вторая песня о любви Совершенно другого свойства Это песня циника, злодея и подлеца Министра-администратора И песня у нее циничная и подлая Хотя про любовь Эту песню и эту роль В фильме, как вы помните, блистательно исполняет Незабвенный Андрей Саныч Миронов Хорошо, когда женщина есть Леди, дама, сеньора, фемина И для женщины главная честь Когда есть у нее рядом мужчина Так везде, а тем более здесь Где природа дика и невинна Ам-Ам-Бабочка, крылышка И бяк-бяк-бяк-бяк А за ней баробушик Прыг-прыг-прыг-прыг От на ее голубушку Шмяк-шмяк-шмяк-шмяк Ам-ням-ням-ням Да и шмик-шмик-шмик-шмик Шмик-шмак-шмик Ам-ням-ням Шмик-шмик-шмик Вы мой ангел, ты мой идеал Моя звёздочка, я гадка, рыбка Зубки жемчуг, а губки корал Хороши также грудь и улыбка Я таких никогда не встречал Пусть исправится эта ошибка Кабабочка, крылышками бёг, бёг, бёг А сзади воробушек прыг, 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 прыг Он её голубушку шмяк, 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 шмяк Ам-ням-ням, да и шмых, 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 шмых Ам-ням-ням, прыг, 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 прыг Бег, бег, бег Спасибо Еще несколько злодейских песен Но я начну с такой Это одна из самых первых театральных песен Когда я начал сочинять для театра Но мой первый театр был театр самодеятельный Тот камчатский, школьный, клубный И я туда сочинял песни для сцены Это были первые мои шаги По направлению к сцене профессиональной Для которой я тружусь последние 40 лет А тогда начиналась на Камчатке И вот одна из песен Сочиненная специально для камчатской художественной самодеятельности Мои актеры, старшеклассники вечерней дневной школы Переодевались в пиратов И устраивали чудовищную пляску Распевая эту уголовную пиратскую песню По бушующим морям мы гуляем здесь и там И никто нас не зовет в гости А над нами черный флаг А на флаге белый знак Человеческий костяк Кости О-хо-хо-хо По бушующим морям Воля нашим короварям Все, что море дарит нам Делим пополам А море шлет Нам весь торговый флот И флот голландский И флот и кишпанский За все добро За мех и серебро Заплатит ножик По древору После абордажа Мы берем стаканы Все и даже стража Пьют четыре дня Запоем деньки, ромы, ямайки Виски, Сан-Франциско Брэнди и Сат-Яга Крови до стогня И если вдруг Иссякнет наш сундук Мы снова рыщем Добычу ищем На целый свет Для нас закону нет А за себе Один ответ Пуля капитану Петля атаману Остальной команде Камень привязать И в воду А пока мы живы Ищем мы наживы А на то, что будет Трижды наплевать По бушующим морям Волья нашим кораблям Все, что будет дарить Делим пополам Это морские разбойники А сейчас прозвучит Песня скандинавских разбойников Я ее сочинял для сказки Снежная королева И там, помните, Герда попадает В плен лесным разбойникам Какие же Разбойники без песни Конечно, нужно было им сочинить песню И я ее сочинил И она у меня получилась С сильным русским народным оттенком Но я руководствовался здесь Следующей исторической справкой Оказывается, древние русичи Очень дружили с древними скандинавичами И те, и другие Взаимно обогащали свою культуру Культуру во всех смыслах Культуру грабежа Культуру войны Культуру государственного управления И в том числе художественную культуру Поэтому скандинавская разбойная песня У меня очень выглядит Особенно в припеве Как русская народная Я ее сочинял Имея в виду Сводный хор Министерства внутренних дел С Кобзоном в роли запевал Для того, чтобы народ не сомневался Что это скандинавская все-таки песня Я там в конце написал Дописал некоторый хвостик Который снимает Все сомнения на этот счет Эй, прохожий, погоди Постой, проезжий Ну-ка денюжку гони Не будь невежей Ради нас не пожалей Ни сапог, ни платья Ничего нет тяжелей Нашего занятия То не конь вороной Проскакал стороной То не коршун по небу плывет То развойник лесной Точит ножик стальной И народную песню поет Целый день сидит То не коршун по небу плывет Вот тут Кобзон выходит вперед То разбойник лесной Точит ножик стальной И про Родину что-то поет Едут по полю варяги Ой, да удалые скандинавы Ой, да финны, шведы И норвежцы Там еще карелы И датчане Больше скандинавов Я не знаю Потому заканчиваю петь Спасибо Спасибо Итак, подражание Вертинскому Искренний мой, я бы сказал Исповедальный романс Который был сочнен Под впечатлением лета Проведенного с моими внуками И называется откровенно Я старый дедушка Я старый дедушка Со мной скучают внуки Я не могу играть Ни в штандар, ни в лапту Пока я мяч беру В трясущиеся руки Как от меня уже все внуки Заверстут Я старый дедушка Я рос при патефоне Я знал Вертинского Любил у них бывать Ни на айпаде И ни на айфоне Я не умею монстров убивать Я старый дедушка Живу в полу бредуя Глотая горькие пилюли и дрожжи Если спросите Который час, дедуля В ответ услышьте Спасибо, я уже Я старый дедушка Я не смеюсь Я счелюсь И десен розовых При этом не таю Но, вставив к празднику Свою вставную челюсть В любое зеркало Бестрепетно смотрю Негаданно, нечаянно Пришла пора дороги дальней Давай, дружок, отчаливай Канат отвязывай причальный Гудет в норнос Не видно звезд Мурюмы небеса И все ж, друзья Не поминайте Лихом поднимаю паруса И все ж, друзья Не поминайте Лихом поднимаю паруса Фантастика, романтика Наверное, в этом виновата Антарктика, Атлантика Зовут, зовут, ребят, куда-то Гудет в норнос Не видно звезд Мурюмы небеса И все, друзья Не поминайте Лихом поднимаю паруса Подумай, друг А может быть Не стоит Муре торопиться На берегу Спокойней жить Чего на месте Не сидится Мурюмы небеса Смотри, какой Гудет Прямой Угрюмы небеса И все, друзья Не поминайте Лихом поднимаю паруса И все, друзья Не поминайте Лихом поднимаю паруса Спасибо, до свидания